Всем привет, ребят! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу поговорить с вами на тему повторяющихся жизненных сценариев. Я уже затрагивала эту тему, но сейчас, когда в моей стране происходит война, и происходит она для некоторых жителей уже второй раз, то есть уже второй раз подряд русский мир приходит в конкретные дома конкретных людей и заставляет их начинать жить заново. Кроме этого, многие говорят о том, что так с ними происходит вообще не в первый раз по жизни. Ну и вообще, эта тема касается не только тех, кто проживает войну, а тех, кто может сказать о своей жизни, что с ним, с какой-то периодичностью случаются как будто бы одни и те же истории. Встречаются одни и те же мужчины или женщины, что как будто бы постоянно ты притягиваешь в свою жизнь нечто очень похожее. И так может случаться у целых поколений, и у бабушек, и у мам, ну и, соответственно, у других. Когда люди говорят, так было у моей мамы, так было у меня, и так, возможно, будет у моих детей. И многие очень сильно этого боятся. Я бы хотела сегодня поразмышлять на эту тему. Я не пророк, не ведунья, но я хочу на эту тему поговорить. Потому что на примере войны, то же самое, мы сейчас можем с вами видеть, что мы проживаем то, что видим на поверхности. Есть страна-агрессор, есть мы, мы защищаемся, у нас идут военные действия, мы проживаем страшный опыт. И здесь он также у каждого разный. Потому что вне зависимости, точнее, с одной стороны война идет на всей территории Украины, с другой стороны есть люди, которые получают одни утраты, есть люди, которые получают другие утраты. И они у всех разные. И здесь кто-то может сказать о том, что кому-то повезло больше или кому-то меньше. Но я хочу посмотреть на вторую часть, скажем, которую люди не всегда рассматривают. Потому что помимо того, что есть страна-агрессор, помимо того, что есть война, есть также еще человеческая душа, судьба и то, что можно назвать кармой. Есть то, что каждый человек индивидуально проживает сейчас. Так сказать, проходит свой жизненный урок. И вне зависимости от того, что мы все находимся сейчас, как будто бы в одной стране, как будто бы в одних условиях, каждый из нас проходит свой жизненный, я бы сказала, кармический урок. И вот здесь интересно посмотреть и проанализировать, а какой урок прохожу я. И сегодня я хочу рассмотреть такую конкретную ситуацию, которую я бы назвала вот этим самым проигрыванием, постоянным, циклическим по кругу. Когда вы в своей жизни можете отследить, что с вами в некоторых ситуациях, а возможно в нескольких ситуациях, происходят вещи, которые повторяются. На эту тему меня натолкнула история мужчины, которого показали видеосъемки, который говорил о том, что в 2014 году, когда в Донецке началась война, он потерял свой бизнес, потерял свой дом. И приехал в РП, чтобы начать все заново. За это время он отстроил свой бизнес, отстроил свой дом, купил хорошую машину, снова начал хорошо жить. И в результате его машина снова расстреляна, его бизнес, место, где был его бизнес, все обстреляно. Дом его разрушен. И он стоит и не знает, что ему делать дальше. И он говорит о том, что так было и у его предков, и что он очень сильно устал. Так вот, когда я услышала еще и про то, что так было у него предков, я поняла, что этот мужчина 100% снова поднимется, потому что в его круге есть вот этот подъем. В нем достаточно сил, чтобы подниматься. Но он не задумывается пока что, почему. Почему с ним это происходит? Почему есть люди рядом с ним, с которыми это не произошло, дом остался целым, они оказались в другом месте, они куда-то выехали, а у других, таких как у него, с ним это происходит вновь и вновь. Так вот, я бы хотела сегодня немножко продолжить эту тему ковырять. Что с этим делать? Мы должны с вами помнить, что, как бы это сейчас ни звучало, в контексте происходящего, что у нас с вами есть центр управления нашей жизнью. И это наш мозг. Наш мозг, собственно, является некой энергетической паутинкой, которая постоянно вибрирует через свои мысли. В зависимости от того, как мы с вами мыслим и какие программы в нашей голове у нас работают, например, деньги приходят тяжелым трудом. Я постоянно притягиваю в свою жизнь неприятности, стерто-стерто. Мне все тяжело достается, стерто-стерто. Вокруг меня много злых людей, мне необходимо за все сражаться, стерто-стерто. В зависимости от тех программ, которые есть в голове, мы с вами и создаем свое жизненное пространство. И у этого человека, скорее всего, в поколениях, помимо каких-то кармических вещей, которые там, возможно, он отрабатывает, также эти программы передавались, в результате чего создавалось некое энергетическое поле, в котором он и работает. Дело в том, что до тех пор, пока в нашей голове вбиты определенные программы, убеждениями мы их называем, мыслями, установками жизненными, мы находимся в этой жизненной парадигме. До тех пор, пока мы это не изменим, мы будем постоянно в свою жизнь приносить те события, которые будут лишь подтверждать нашу программу. И подтверждать они их могут самым своеобразным образом, неважно, через войну, через какие-то другие разрушительные вещи, но так или иначе это будет происходить. Что удивительно, если даже рассмотреть пример вот этого успешного мужчины, а его можно назвать успешным, успех которого постоянно ломают, это такой интересный вид людей, которые умеют зарабатывать деньги, умеют достигать успеха, но при этом у них есть внутри какая-то внутренняя программа, которая работает, знаете, как бомба замедленного действия, и она в определенный период времени все равно взрывается. Она все равно делает когда-то свой бух, тогда, когда нужно начинать все сначала. Если бы у этого человека не было другой программы, что я сумею, я справлюсь, может быть, я сделаю назло, нас так просто не сломи, то вот эта единоразовая бомба, которая бы в нем взорвалась, она бы в нем оставила такую, знаете, большую надпись на мемориальной доске. Не следует даже пытаться, все равно ничего не получится, я пробую, я уже пробовала. И, как правило, таких людей огромное количество, которые однажды, переживя какую-то неудачу, в счет того, что она уже жила в голове, больше и не пробуют. Но у большинства, не у большинства, а у какого-то количества людей есть и другая противоположная программа, которая заставляет добиваться цели, но внутренний страх и другая программа, что со мной это может случиться, потому что случалось много раз и, возможно, случалось в моей семье, она не дает двигаться. Давайте я вам приведу более понятный и простой пример. Например, моя бабушка была полной женщиной, у нее было вес больше 100 килограмм. И когда я приезжала к бабушке, меня всегда, естественно, вкусно кормили и при этом говорили, кушай хорошо, у нас все равно все в семье полные, кушай, вот слушайте связь. Я смотрела на маму, которая всю жизнь разожалась с весом, на ее родного брата, который был пухлячком, и которому тоже говорили, у нас в семье все склонны к полноте, расслабься, Оля, у нас крупная кость, худыми в нашей семье не рождаются. И при этом бабушка пекла мне пирожки, делала пончики из дрожжевого теста, и я знала, что бесполезно сидеть на диете, на которой я даже не пробовала сидеть или питаться как-то нормально, потому что в нашей семье все полные. Моя мама тщательно, отчаянно сидела на диетах, худела, но потом срывалась диет и говорила, это бесполезно, это не работает, у нас в семье все полные. Вот приблизительно так и работают наши программы. Часто у женщин это касается, что все мужики сволочи, невозможно кого-то найти, или мужчины хотят от меня только этого, или я притягиваю тех мужчин, которые не хотят работать, или вообще мужчина не в состоянии что-то делать. Вот эта внутренняя программа, которая у вас живет, она часто бывает закопана где-то глубоко, и в сознательном своем уме вы вроде бы как ищете совершенно другие отношения, или считаете, что вы выдержите, и вы способны построить бизнес, но внутренняя подсознательная программа, червячок, который у вас живет, он и заставляет вас постоянно срываться, он заставляет вас постоянно, скажем так, повторять эти программы, и затачивается в так себе называемая кармическая программа. Если говорить про карму, я не эксперт в этой теме, но карма это что-то другое. Карма это история про жизненный опыт, который мы получали в предыдущих жизнях, и, наверное, который мы и сегодня где-то отрабатываем. Скорее всего, мне кажется, что карма влияет на глобальные вещи, на то, где ты родишься, в какой семье, на то, какие у тебя могут быть, какое у тебя может быть здоровье, какие серьезные уроки ты должен пройти. Все остальные маленькие уроки – это как раз история про становление человека, это как раз про его внутренние убеждения, ценности и изменение убеждений, ценностей, создание новых, исходя из того жизненного опыта, который мы с вами получаем. Ведь жизненный опыт про ошибок меняет нас, он делает нас более сильными или слабыми, более выносливыми в чем-то или наоборот. И наша задача с вами об этом помнить. И сейчас, если вы находитесь в трудной жизненной ситуации, первое, что важно понять, что сейчас проходит момент учебы. Самое глупое, что мы можем сделать, это попытаться вести себя так же, как вели себя обычно. Это сейчас не анализировать, не думать, не задавать себе вопросы, не попытаться разобраться с тем, что это для меня открывает, где мои сильные стороны проявляются, какие возможности это передо мной открывает, а просто в очередной раз достать со своей головы этикетку «сложно», «плохо», «тяжело», «боль» и наклеить на это. Знаете, как бы сложно сейчас ни было, какой бы кошмар сейчас ни происходил в моей стране с людьми, я прекрасно понимаю, что абсолютно каждый человек проходит урок. И часто люди говорят про детей, которые… какие уроки они проходят. Но я напоминаю вам о двух вещах. Ребенок – это всегда то, что связано со взрослым. И часто на своих детях мы получаем очень важные уроки. Второй немаловажный момент, о котором я скажу, это то, что дети – это только физическая оболочка. Душа – это душа. И наша душа, помните, говорят, не стареет. Наша душа – это некое особенное, условное тело. А стареет наша физическая оболочка. Душа может быть прекрасной, а может быть ужасной. И самые большие наши враги, враги мира, тех, кого мы ненавидим больше всего, когда-то уходят, покидают тело. Но души ведь остаются. И согласно нашим с вами знаниям и вере, душа переселяется в новое тело. И в ком она рождается? В маленьком ребенке, который затем проходит свой жизненный опыт, который извлекает собственные уроки и делает свой собственный выбор. Сегодня, когда мы проходим с вами сложные уроки, важно задать себе вопрос, хочу ли я оставить эту злость и ненависть, которые во мне, безусловно, есть? Хочу ли я, чтобы моя душа это взяла с собой? Или я хочу научиться отрабатывать это? Я хочу научиться делать что-то такое, чтобы это уходило от меня. И не хочу это вести с собой. Как я могу это сделать? Задавая себе правильные вопросы, мы начинаем меняться. Для того, чтобы выйти из замкнутого круга постоянно повторяющихся действий, нужно прежде всего совершить первое, новое, нестандартное действие. Сделать то, чего ты раньше никогда не делал, для того, чтобы получить новый результат. Попробуйте подумать над тем, что могло вас приводить к одному и тому же результату в той ситуации, с которой хотите поработать вы. Прям распишите ее и найдите общие какие-то черты сторон. Что происходило? Важно понять, какие мысли у вас есть, какие у вас есть убеждения в отношении того вопроса, с которым бы вы хотели поработать. Если мы говорим про работу, про свой бизнес, то здесь у людей, у которых происходят какие-то срывы, и которые постоянно вынуждены начинать с нуля, наверняка есть какие-то серьезные убеждения, которые звучат, что что-то сделать невозможно, что чего-то честно не заработать и так далее. Часто я замечала такую вещь, что люди, доходя до определенного уровня покупки машины, может быть, какой-то небольшой квартиры, вот когда они до этого уровня доходили, им как будто нужно было обнулиться. Здесь важно покопаться не только в своей собственной жизненной истории, но и в истории своих родителей, близких. Потому что, скорее всего, вот такие программы, которые регулярно заставляют нас как будто бы начинать сначала в чем-то и снова совершать те же ошибки, хранятся где-то гораздо глубже, чем просто в нашем личном опыте. Скорее всего, это некие истории, некий, возможно, поколенческий опыт, который мы часто можем принять и на генетическом уровне. Нам о нем могут даже не рассказывать, но он может у нас быть. Для того, чтобы избавиться от любого опыта, от любых убеждений, есть хорошая новость. Нам не нужно с вами пить какие-то чудо-напитки на могиле нашей прабабки. Нам не нужно ждать, пока проснутся рано утром петухи и бегать на правой ноге 24 раза в одну и во вторую сторону по кругу. Нет. Нам нужно осознать, что это происходило. Нам нужно разобраться с тем, что именно происходило и какие именно программы мы приняли, каким программам мы следуем. Одна моя подруга, когда пообщалась со своей мамой, та рассказала ей про бабушку, про личные отношения и отношения бабушки к мужчинам и какие отношения у бабушки были. Моя подруга была в шоке, потому что она полностью повторяла ход событий истории бабушки. И в этот момент она просто решила разобраться внимательно с тем, что она делает. И буквально, как знаете, в изучении языков, когда мы подставляем под форму глагола to be, I am, you are и так далее, она буквально начала следовать, смотрела, что она делает, какие мысли, страхи её посещали и думала и действовала буквально наоборот. Готовясь к каждому шагу, ей необходимо было сломать в себе заученную программу. Ту программу шаблонную, которая действует на подсознательном уровне. Что такое действие на подсознательном уровне? Это когда я беру нож и режу морковку, даже не думая о том, как я её режу. Когда вы берёте в руку луковицу, если вы девушкой, вам её нужно почистить и порезать там в суп, вы не смотрите в Ютубе, как пользоваться луковицей, как взять в руку нож, вы действуете. Действия на подсознательном уровне это те действия, о которых мы не задумываемся. Точно так же, как вы садитесь за руль автомобиля, едете и не помните, как вы доехали. Точно так же, как ежедневно и регулярно повторяя пеший маршрут или маршрут на общественном транспорте, вы уже не контролируете, та ли это остановка, туда ли вы повернули, вы не смотрите в навигатор, потому что это уже заложено в вас, этот маршрут вас заложен. Точно так же и жизненные маршруты в нас заложены. И без анализа, без вот такого детального подхода и разбора с ответами на вопрос, зачем я так поступаю, почему, что мне это даёт, как я могу поступить иначе, к какому результату я могу прийти, если я совершу другие действия. Помните, в школе нас учили решать уравнения. Нам нужно было разделить, например, узнать, что нужно поделить на 6, чтобы получить результат 6. Какое число это должно быть? И мы с вами решали, нас учили, что нам нужно знать таблицу умножения, нам нужно понять, что надо умножить на 6 сначала, чтобы получилось 36, и потом мы будем понимать принцип деления. Вот точно так же и в жизни. Если вы понимаете, что вы снова ведёте себя так, как всегда и ваши мысли и страхи такие же, как обычно, не стоит рассчитывать на новый результат, потому что в очередной раз вы получите тот результат, который был, в очередной раз вы разочаруетесь в этом результате, в очередной раз вы подтвердите, что действительно всё плохо, ведь вы об этом знали, вот так я и знал, и ничего из этого, собственно, не выйдет. На самом деле тема очень глобальная и, как по мне, интересная. И я хотела провести на эту тему эфир в Инстаграме, но пока Инстаграм заблокировал мои эфиры, поэтому я приняла решение начать эту тему, по крайней мере, здесь. Пишите, пожалуйста, вопросы, которые вам интересны, если они есть, на эту тему, а может быть на другие, и мы продолжим с вами это общение. И помните, человеческая жизнь значительно сложнее и интереснее, чем мы можем это представить. И сегодня, совершая каждое действие, принимая каждое решение, всё это происходит не просто так. Просто знайте об этом, помните об этом, и помните, что сегодня вы отвечаете исключительно сами за то, что будет с вами дальше. Это ваш выбор. Поэтому включайте голову, как бы сложно это ни было. Как я люблю повторять своим детям, голова – это не только место, где есть дырка для того, чтобы есть. Голова – это место, в котором заключено самое главное ваше оружие, ваша сила, ваша возможность управлять своей жизнью. Управляйте ей достойно. И нехай в нашей стране, в нашей речной стране, как наиболее, будет мир. Мы все с вами этого очень ждем. И, как всегда, я благодарна всем людям за поддержку моего страны. Слава Украине!